Музыка Уважаемые коллеги, давно не виделись, я планировал такое совещание провести ранее, в силу определенных обстоятельств этого не произошло. Хотелось бы сегодня обсудить несколько вопросов, которые волнуют нашу общественность и от которых зависит очень многое. Вопросы энергетики, давайте с этого начнем. Количество изъятого оборудования составляет 4700 единиц, из них порядка 1100 единиц были вывезены за территорию Республики Абхазия. Также по данным госстандарта на текущий момент штрафов в соответствии с вступившими в силу решениями судов выплачены на 582 500 рублей. Предполагаемый объем штрафов, который будет в последующих решениях суда 14 миллионов 700 тысяч рублей. Помимо этого, на сегодняшний день Министерством экономики от Министерства финансов получено 84 миллиона рублей для финансирования расходов Черноморэнерго по ремонту линии Ачгвара, ПСОУ и других мероприятий. Средства сегодня будут направлены в Черноморэнерго. Каких других, кроме линии ПСОУ, Ачгвара? Магистральная линия ВЛ Ачгвара ПСОУ повреждена 29 июля, повредилась линия 5 опор поврежденной, сегодня валяется, не можем его восстановить. Без этой магистральной линии даже переток не можем осуществить для обесточения. Вчерашний случай проявил, что если даже вдруг что-то случилось бы с линией Ачамчира, мы не смогли бы подать Республике свет на население. По этому поводу, по линии ВЛ-220 кВСОУ проведены подготовительные работы, подготовили к демонтажу и монтажной работы, подготовительные работы по площадке установки опор. Опоры завезены, лежат на станции, железнодрожной станции Ачамчира, готовятся для перевозки его на станцию БЗИП. На сегодняшний день и одновременно продолжается ли проведение подготовительной работы по линии Ачагвара 220 кВСОУ, просека линии, расчистка линии, укрепление фундамента воздушной линии Ачагвара, опор, частичный ремонт конструкции, металлической конструкции опор. Покраска опор продолжается на сегодняшний день, до 18 опор покрашена. Смета подготовлена? Да, сметы подготовлены, передали госуправлению архитектурой и строительству, ждем за экспертизное заключение. Сколько денег по смете? По ПСОУ 13 миллионов, по нашим расчетам, линии Ачагвара для проведения работ 16 миллионов, для стихии, не последней стихии, а передетой стихии, была тоже сформирована на 16 миллионов, и ремонт спецтехники 10 миллионов, и также по АСКУИ, и по приобретению балансов приборов и учетов 10 миллионов. По линии ПСОУ сколько нужно будет времени для восстановительных работ? Минимум 1,5-2 месяца. У нас как получается по технической схеме, пока идет ремонт линии ПСОУ, мы не можем приступить к монтажу линии на Ачагвара, так? Да, пока отремонтируем линию 220 ПСОУ, не можем приступить к Ачагвару, к ремонту этой линии. Значит, Александр Золотисович, наверное, нет необходимости говорить об этом. Вопросы энергетики на первом плане, по максимуму. При этом, значит, все будет перепроверяться. Сметы ваши, экспертизы, и все работы должны делаться в авральном порядке. Я имею в виду не только энергетиками, а нашими чиновниками. Мы госстроим, кто у нас занимается экспертизой. Суточный режим работы. Переходят на суточный режим работы. Круглые сутки работают и выдают материалы в три раза быстрее, чем это обычно было принято. В авральном порядке. В понедельник экспертиза, чтобы была готова по вашей смете, по линии ПСОУ. Такая задача перед ним стоит в понедельник. Все остальное на второй план. Суточное потребление у нас какое? 5 миллионов 443 тысячи киловатт-часов. А сколько превышаем для себя оговоренные нормативные? На 500 миллионов киловатт-часов. Где основные районы сверхнормативного потребления? Есть снижение нагрузки. Особенно в Гальском, в Порчальском районах. Есть и здесь. Но с приростом отдыхающих, естественный рост тоже присутствует. Сейчас точно определит незаконное подключение к каждой сетям или естественный рост нагрузки. Тенгеев, хозяйство непростое. Мы это прекрасно осознаем. Вот вы уже скоро, наверное, месяц как работаете. Мы рассчитываем на то, что с вашим приходом ситуация должна измениться к лучшему. Государство будет вам помогать. Все государственные институты в той мере, в которой мы это обязаны сделать. Мы вам будем помогать. Но при этом вы не должны отступать от тех требований, которые перед вами ставятся. Вы на себя должны брать ответственность. Эту работу по противодействию незаконной добычи криптовалюты должны возглавить ваши подчиненные. Мы с вами обсуждали по работе РЭС, руководителей РЭС. Мы говорили о том, что тут должно быть взаимодействие с чекистами. Это взаимодействие надо будет обеспечить. Есть и всякие ботимуляции. Постоянно с ними контактировать. Постоянно все перепроверять. Постоянно всех контролировать. Здесь так надо, по-другому тут ничего не работает. Тут так принято, такие правила, давно утвержденные. Обманывать постоянно. Всех и везде. Поэтому успехов будем вам желать и будем помогать. Все проблемы, которые есть, надо будет озвучивать. По доставке материалов по линии Чигвара. Все на месте уже? Специалисты какие-то дополнительные вам нужны? Для проведения этих работ, если мы переток попросим с Российской Федерации, будем осуществлять переток с Российской Федерации через линии ПСО, мы своими силами можем это организовать. А как вы можете переток просить, если ПСО не работает? После восстановления ПСО в линии. Понятно. Хочу вернуться еще к одному вопросу. Эта история известна всем присутствующим. В прошлом году к нам обратилась компания в Абхазию с просьбой реализовать инвестиционный проект на перепадных станциях. Я давал правительству поручение. Потому как здесь принято думать, что у большинства такое мнение, что это могут быть какие-то личные интересы и так далее. Я стараюсь быть предельно откровенным и открытым. И говорю здесь вам всем присутствующим. Меня как главу государства не устраивает положение дел в энергетике. И вас тоже. Перепадные станции несколько десятилетий не отремонтированы. Это актив, которым мы не пользуемся. Этим активом надо сделать так, чтобы мы начали пользоваться. Этот актив должен принести пользу нашей стране и нашему населению. В связи с этим было дано поручение правительству подготовить контракт. Есть одно предложение со стороны компании. Оно может устроить, может не устроить. У правительства должно быть свое видение, что с этим добром делать. Если с этой компанией договорились, это одна история. Если с этой компанией не договорились, это не означает, что мы должны сидеть и ничего не делать. Нам необходимо запустить этот механизм. Что в этом плане сделано? После получения поручения нами было проведено совещание с участием энергетиков представителей РУП Черномор Энерго по поводу возможности использования этого оборудования. Мы получали информацию о том, в каком состоянии на текущий момент находятся перепадные. И впоследствии обсуждали, что на самом деле можно с ними сделать, какие предварительно могут быть оценки по стоимости восстановления, какой может быть эффект в виде электроэнергии, вырабатываемой перепадными станциями. На момент проработки этого поручения министерством экономики, в том числе я занимался этим вопросом, мы не увидели экономической целесообразности в восстановлении. В восстановлении чего вы не увидели? Перепадных станций. По предварительным оценкам сумма, в которую обходилось восстановление, их оказывалось значительно выше, нежели, допустим, строительство в другом месте. Просто впоследствии также прорабатывался вопрос возможности строительства малых ГЭС на других реках. И, естественно, учитывая, что у нас реки все горные, бурные, и поток приносит много породы и ПГС, оказалось, что с выбором реки тоже значительные проблемы. На текущий момент проекта контракта с потенциальным инвестором у министерства экономики нет. Я же вам дал поручение подготовить. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Вы не видите целесообразности в восстановлении перепадных станций, я правильно вас понимаю? Только экономическое. Я не говорю про выработку электроэнергии. Отлично понимаю, что у нас дефицит электроэнергии, и что каждый киловатт на счету. Речь не идет о том, что, как я это понимаю, что мы готовы государству инвестировать в это какие-то деньги. У нас денег нет. Речь идет о том, чтобы привлечь инвесторов. Что значит, я не совсем понимаю, объясните, что значит мы не видим целесообразности. Если есть какие-то инвесторы, которые видят в этом целесообразность, готовы в это вложить денег, что за реакция? Ну, объясните мне. Вы очень долго к этому вопросу готовитесь. К этому вопросу вы должны были быть подготовлены давно. И меня очень сильно удивляет то, что вы сказали. Мы не видим целесообразности в восстановлении. А мы о том, что имеем дефицит электроэнергии, вы про это слышали? Вы это знаете, да? Каким образом правительство намеревается этот дефицит покрыть, если не будут созданы дополнительные генерирующие мощности? Какие есть подходы? Ну, расскажите мне. Я не готов ответить на этот вопрос. Александр Затуслович, кто готов на этот вопрос ответить? Я думаю, формулировка, сделанная заместителем министром, она немного поспешная о том, что нет экономической целесообразности. Речь, видимо, не об этом идет. Соответствующие материалы прорабатываются в Минэкономике и есть в Черномор-Энергии. Они просто не завершены еще. Вот что я вам скажу, уважаемые коллеги. В октябре подготовите все для подписания инвестиционного контракта. И неважно, с какой компанией. Есть предложение компании «Чистая энергия». Если это вас не устраивает, если вы считаете, что вы можете привлечь инвестора на более выгодных условиях, пожалуйста, находите инвестора на более выгодных условиях. Если нет, пойдете по этому пути. Если вы этого не сделаете, я с вами работать не собираюсь и не буду. Ясно все. Октябрь текущего года. Александр Затуслович, под карандаш. И четко в октябре задача должна быть решена. Или меняем состав. Команду меняем. С такими подходами в экономическом блоке у нас успехов не будет. Еще раз подчеркиваю ситуацию. Нам вопрос со станцией решить надо. На выгодных для Абхазии условиях находите инвесторов. Если инвестор, который вас не устраивает, находите другого. На лучших условиях. Не найдете, уходите домой. Октябрь месяц для вас для всех контрольный. Поэтому вопрос. Следующий вопрос. Последствия ЧАЭС. Что у нас в последнее время нам с этим непросто очень? Что мы посчитали? Что мы имеем? Кому мы смогли помочь? Что планируем делать дальше? По первой стихии мы имеем поврежденные крыши 231 частного дома. Что это по деньгам первая стихия? То, что посчитана первая стихия, где-то примерно 67 миллионов. Без учета пострадавших машин в городе Сухум, их 19, без учета трех сгоревших домов в Гудаутском районе и ряда поврежденных объектов разного назначения. На сегодняшний день комиссия уже заседала, было 7 заседаний комиссии. По первой стихии реальные документы были представлены Гуйрибским районом. На 16 человек мы им перечислили 4 миллиона 733 тысячи рублей. Прошли экспертизу все документы Сухумского района, документы Ачамчирского района и 42 объекта жилых в городе Сухум. Документов очень много, материалы разные. И администрации районов, особенно администрация города Сухума, работает на самом деле в авральном режиме. Ни один объект не остается без подготовки сметы и прохождения экспертизы. Потому что эти материалы направляют нашим российским коллегам, а по нашему письму это так, то без подобного рода подготовки эти материалы не будут иметь перспективу. То, что реально уже прошло через комиссию по чрезвычайным ситуациям, только прошло, не оплачено, кроме Гуйрибского района, это 86 миллионов 144 рублей. Уже готовые документы для работы. А сколько мы смогли проплатить? Мы смогли проплатить 4 миллиона 733 рубля. По последствиям первой стихии у нас материалы на 86 миллионов. Уже готовые материалы для работы. Которые могут пройти у нас экспертизу, у наших друзей, коллег. У нас прошли экспертизу и мы уверены в том, что у наших коллег они тоже пройдут. Хорошо. Итоги второй ситуации пока подсчитываются. Да, итоги второй практически, Сан-Георгиевич, подсчитаны. У нас есть представленных 242 документа на пострадавшие объекты в городе Гудаута. Кроме того, мост в селе Эстонка, мост в селе Барьял, ушедшее русло реки Мачара в селе Мачар. Мост, который соединяет Мерхиул с другими частями района, там смыты полностью три опоры и потребуется очень серьезной работы. Мост в селе Бедья. Семь мостов разного размера в селе ЧГАТ. Только в одном селе? Да. Только в одном селе. Везде были специалисты Абхаз-берегозащиты, составлены дефектные акты, готовятся сметы. Кроме того, есть повреждения на ряде объектов Министерства обороны. Из средств Министерства обороны мы туда сумели перечислить какие-то деньги. Работа продолжается, она очень объемная. По городу Сухуму 24 высотных дома. По ним также готовятся документы. Много работ провели администрации самостоятельно. В частности, администрация города Сухума, Уыребского района, Кудаутского района и Сухумского района. Районы просят, естественно, поддержки. На этот момент имеющиеся средства и в резервном фонде президента, и в резервном фонде правительства не позволяют должным образом на все это отреагировать. Последствия второй стихии не более масштабные, чем первые, по деньгам? По деньгам, да, Аслан Георгиевич. И еще третья была. Там значительные повреждения домов у людей в городе, особенно по улице Чанба. Эти материалы сейчас собираются. Объем работы очень большой. Материальный ущерб значительный. Будем закладывать отдельно. Пока цифр нет, не по второй? Да, пока цифр нет, потому что по второй стихии, Аслан Георгиевич, приходится и придется оценивать буквально на заседаниях комиссии с приглашением пострадавших людей. Потому что на пострадавшего имущества, естественно, нет никаких документов. Есть только фотоматериал и разъяснение владельцев домов. Может быть, будем выводить какие-то среднестатистические показатели по ущербу, по тому или иному имуществу, отталкиваясь от розничной или оптовой цены. Ну, посмотрим, как получится. По городу Сухуму после последнего наводнения работы по очистке и дворов, и объектов продолжаются по сегодняшний день. Ситуация с распространением вируса в стране остается стабильно сложной. Принятые в стране ограничительные меры улучшили показатели и виден спад заражения. Загруженность стационаров постепенно снижается, но число пациентов, поступающих в тяжелом состоянии, остается прежним, что несет за собой сильную нагрузку для системы здравоохранения республики. Необходимо также усилить контроль за соблюдением ограничительных мер. По состоянию на 19 августа 2021 года в республике Абхазия в сфере зарегистрировано 24 067 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 357 летальных случаев выздоровело 19 480 человек. Количество заболевших 24 000. К сожалению, умерло 350 человек. Коэффициент смерти там получается 1,5. Если это сравнить с регионами Российской Федерации, у нас какая картина? В Российской Федерации в разных регионах, в зависимости от количества населения, совершенно разные цифры, поэтому наши цифры 1,5%. В России на вчерашнее утро средний статистический показатель детальности 2,5. По России? По России. Говорили об этом, такие цифры неудобно сравнивать, но у нас все это время 1,4, 1,3, сейчас вот на вчерашнее утро 1,5. Если можно об этом так говорить. Но если это так, то об этом надо говорить, потому что вокруг этого кто только не говорит, и что только не говорят, и вы об этом знаете. Конечно. Укрывать данные о смертности, о числе заболевших, ни у одной структуры в Абхазии нет никакого интереса, и никто это не делает. Количество мест с учетом госпиталя сколько у нас? На сегодняшний день развернуто 376. Сколько мест в наших ковидных стационарах? Плюс 17 числа, вы прекрасно все знаете, приехал российский военный госпиталь, который сегодня может принимать 100 больных, плюс резерв 50 коек. То есть для российского военного госпиталя... 50 плюс 50, 530 мест у нас. Да, да, по стране. По стране, а какая картина? Примерно 90% по экзаменам. Да, у нас ситуация такая была по Гудовудскому ковидному госпиталю, когда были пиковые нагрузки июля месяца, когда мы даже обращались за помощью к Российской Федерации. Вот эти пиковые нагрузки мы прошли самостоятельно, своими силами, мобилизуя все резервы. На данный момент в Гудовудском ковидном центре находится на 240 коек, находится 129 человек, 27 в тяжелом состоянии, 39 в средней степени тяжести. Какое количество мест под эту проблему сумело организовать государство? Сегодня, вы говорите, 530 количества мест вместе с российским военным госпиталем. Я правильно вас понимаю? Правильно понимаю. Из них свободных у нас более 100 мест получается. В госпитале лежало под 200 человек, были пиковые нагрузки. Учитывая койко-места, еще надо понимать, что тот персонал, который приезжает и который приходит на смену, он тоже, когда ротируется, он тоже где-то должен отдыхать. Чисто физически на территории госпиталя. Поэтому мы мобилизовали и отдельно сделали зеленую зону для отдыха нашего персонала. Эти койки мы тоже не учитывали. У нас был очень тяжелый июль месяц. Среднее заболевание статистическое на сутки было 158 человек. В сутки, в июле месяце. Для сравнения, самый тяжелый месяц в прошлом году был октябрь. 136 было заболевших в сутки. Август месяц. На сегодняшнее утро мы имеем суточное заболевание, прошедшие дни августа, 127 человек. Поэтому министр говорит о спаде. А количество охваченных, суточных, прошедших лабораторные исследования, там это бьет с той стороны? Конечно. Это все цифры лабораторные. Есть общее число исследованных, есть общее число заболевших. Число общих заболевших за сутки, число выздоровевших. По кислороду скажу, что действительно в июле месяце в Российской Федерации был большой дефицит кислорода вследствие колоссального потребления больными кислорода. Больные стали кислородозависимы. Благодаря правительству каждый день мониторим ситуацию и вообще в круглосуточном режиме находимся на связи с нашими поставщиками кислорода. Знаем, какие есть сложности Российской Федерации. Поэтому вот вчера завезено было 8 тонн кислорода с Российской Федерации. Сегодня загружается машина и завтра, и максимум послезавтра к утру будет 24 тонны кислорода. И еще 8 тонн будет разгружаться в СФТИ. Наша кислородная станция, которая находится на Новом районе, одно время не функционировала. Но приехали специалисты из Российской Федерации. Станция заработала. Несмотря на, как говорится, старое, я бы сказал, условно, наверное, очень старое оборудование. На вчерашний день кислородная станция, из кислородной станции города Сухум забрали 180 баллонов. Мною было дано распоряжение всем нашим лечебным учреждениям не содержать пустые баллоны. Как только заканчивается, расходуется 10-15 кислородных баллонов, сразу выезжает машина для того, чтобы заполнять эти баллоны и полными держать их в резерве на наших лечебных учреждениях. Просто мы не имеем права рисковать, учитывая сложную ситуацию с кислородом в Российской Федерации. Поэтому мы и наши внутренние резервы держим максимально полными кислородные баллоны. Сколько мы потребляем кислорода в сутки? 8 тонн кислорода, который приходит на Гудавудскую больницу, хватает на 3 дня. Мы производим на станции здесь, в городе Сухум, загрузка такая спокойная, среднесуточная, 100 кислородных баллон. Почему у нас и проблемы здесь на станции? Потому что старое оборудование, кислородные баллоны не закачиваются под завязку. И попадая на места, расход большой. Почему нас по сегодняшний день спасают вот эти емкости, которые мы привозим в жидкого кислорода? Расход экономия где-то 15-20%. И удобно работать, и есть серьезная экономия. Почему говорю об экономии, Александр Георгиевич? Вы как спрашивали на прошлом совещании, мы начинали по стоимости покупки жидкого кислорода 1 тонна 10 тысяч рублей. Потом 1 тонна была 22 тысячи рублей. Последняя цена, которую выставил Новороссийский кислородный завод позавчера, 50 тысяч рублей за 1 тонну. Мы в данном случае не смотрим за ценой, потому что важно этот кислород получить. Мы завязаны были на станции в городе Краснодар. Как мы ранее докладывали, к сожалению, на сегодняшний момент нам отказано в приобретении кислорода, потому что этот объект забит потребителями 9 субъектов Российской Федерации. Трудности заключаются, к сожалению, в этом. Поэтому мы приступили к поэтапному ремонту старой советской станции, которая была в СФТИ. Сегодня уже там находятся специалисты из Краснодара. Начинаем ремонтировать компрессор. Если мы решим, я думаю, что мы решим, в ближайшее время разрешим эту проблему, мы сможем от 4 до 5 тонн кислорода получать в сутки собственного жидкого кислорода, что позволит нам обеспечивать все потребности всех медицинских учреждений Абхазии. И другого пути нет. Когда можно на это выйти, например? Дней 20-25. Надо еще посмотреть техническое состояние оборудования, так понимаю, там на месте. Оно пригодно или нет? Да. Дополнительно что-то надо будет приобретать или нет? Да. Запчасти, если их можно так назвать, к сожалению, не продаются. Все, что связано с производством кислорода сегодня в России, все крайне актуально. Нигде невозможно ничего купить в Атхолонагюзаходзу. Все это требует размещения заказов. И на долгое время. Все это сегодня резко выросло в цене. Буквально в 4-5 раз. Люди нуждаются в том, чтобы у них была объективная информация. Разное говорят. Но то, что говорят, к счастью, не соответствует действительности. Работа ведется. И об этой работе надо говорить. Кто может назвать мне цифру, сколько денег мы на сегодняшний день, на 1 августа, потратили на противодействие этому вирусу? С начала эпидемии. 126 миллионов. А в прошлом году 400 с чем? Наше небогатое государство сумело выделить за такое-то время столько-то денег. Плюс помогли нам добрые люди. О них мы скажем отдельно. Что с лекарственными препаратами? В препаратах «Темра» в дефиците в Российской Федерации его официально по каналам невозможно купить. По «Артлегии» такая же самая ситуация. Я вам докладывал, что мы написали письмо крупной российской компании-производителю «Артлегии». Значит, нам выделено определенное количество доз. Вот сейчас, в первом этапе, вчера самолетом вылетел груз. Сегодня к вечеру мы ждем 50 упаковок «Артлегии». На сумму 2 миллиона 145 тысяч рублей поставка. Дальше будет следующая поставка еще на 50 упаковок. На сколько нам хватит 50 упаковок? По-разному. Когда были пиковые нагрузки у нас, в июле месяце мы выдавали до 15 упаковок, до 20 упаковок иногда в день. Бывало, что 3-5 упаковок мы выдавали. Бывало, что по-разному. Сейчас, учитывая незначительный спад, мы будем планировать, выдавать, мы как и планировали, выдаем всем необходимым пациентам, которые нуждаются и в инфекционной больнице, и в Гудаутском ковидном госпитале эти препараты. Без ограничений. По цифрам сказать, если позволите. С начала пандемии по 19 августа выдано лекарственных препаратов Гудаутскому ковидному госпиталю, лабораторию к реагентам и расходным материалам на сумму 178 миллионов 800 тысяч 97 рублей. В том числе Артегия 360 упаковок на сумму 18 миллионов 433 тысяч 125 рублей. И Актемра 69 упаковок на сумму 4 миллиона 608 тысяч 820 рублей. За последние 10 дней выдано лекарственных препаратов, медицинских изделий, лабораторию к реагентам и расходным материалам на сумму 6 миллионов 832 тысяч 683 рубля. Следующий вопрос. Не хочу углубляться, но и обойти не могу. Вопрос связанный с историей, которая произошла у нас с КТ-аппаратом в Гудауте. Что происходит? Объясните мне, пожалуйста. Техническая сторона этого вопроса. Меня сейчас пока интересует. На данный момент компьютерный томограф, который располагается в Гудаутском ковидном госпитале, не работает. Он вышел из строя. Я по вашему поручению обратился к компании «Форсайт Медикал», которая устанавливала это оборудование. Вчера буквально получил от них ответ. Вот такого плана. «Форсайт Медикал готова в кратчайшие сроки восстановить работоспособность компьютерного томографа Гудаутского ковидного госпитала и принять его на годовое техническое обслуживание с гарантийными обязательствами». Наше коммерческое предложение. Замена высоковольтной части КТ-сканера, в скобках, замена рентгеновского излучателя включена, стоимость 3 миллиона 600 тысяч рублей. Годовое ТО с гарантийными обязательствами с подключением модуля удаленного доступа стоимостью 800 тысяч рублей. Условия оплаты 100% предоплата, срок в течение 10 календарных дней после поступления оплаты. То есть они готовы в ближайшее время выехать, поставить сюда трубку, взять эту ситуацию на гарантийное обслуживание сроком на один год за 800 тысяч рублей, куда будет входить подключение дистанционного модуля. То есть они будут дистанционно видеть, если трубка будет перегреваться или теплообменник будет некорректно работать, они могут дистанционно ее отключить для того, чтобы не было последствий перегрева и выхода из строя оборудования. Вот такая ситуация на данный момент. Какие-нибудь соображения на сей счет Александра Салтинская честь по поводу услышанного? Если речь идет об объективности, я готов провести пресс-конференцию, рассказать вообще, что это за компания, чем она занимается. Ведь речь идет не о наших меценатах, их никто не обижал, их никто не оскорблял. Речь идет о том, что не бывает рабочего компьютера за 14 миллионов рублей, который не будет выходить из строя. Об этом речь вел АнКВАП Александр Салатинский. И чтобы выполнять гарантийные работы, фирма должна быть лицензирована производителем того или иного оборудования. Я не хочу углубляться в такие вопросы, но объективные данные говорят совершенно о другом. Этот компьютер выработал давно свой ресурс, и все последующие замены будут производиться. Через какое-то время снова компьютер будет выходить из строя. Цена на рынке компьютерных томографов разная, в зависимости от срезов. От 30 миллионов рублей, более 60 миллионов рублей. Чтобы компьютер работал. Мы компьютер в Абхазии купили в 2010 году в республиканскую больницу. Он исправно проработал 10 лет. Но после 10 лет начинаются проблемы, они закономерные. И дело не в энергетиках. Абхазские энергетики выполнили все условия, которые ставила фирма и до, и после. Если они говорили, что нужно заменить кабель, сделать большего сечения, абхазские энергетики делали этот кабель, который в три раза мощнее. И ни в одном случае не перегорал источник бесперебойного питания. Ни в одном случае. Если бы была виновата наша электроэнергия, то сгорел бы источник бесперебойного питания, потом сгорел бы компьютер. Не было этого ни разу. Значит, дело в самом компьютере. Если это кто-то считает за мое неуважение к тем, кто его купил, это не так. Я сказал о другом, что продавцы подвели покупателей. Что это не происходило никогда, или не происходит, или не будет происходить. В данной истории я остаюсь при мнении, что нам нужно купить новый туда компьютер, Кудаутский госпиталь, на ковид и не на ковид. И он будет поставлен на гарантию. Но этим должна заниматься сертифицированная фирма, которая является представителем производителей. У нас есть соответствующие документы, которые подтверждают, что эта компания никакого отношения к фирме Тошиба не имеет. И не получала никакой лицензии на работу. Это так. Подобного рода компании крупные, они очень дорожат своим авторитетом. Да, можно создать компанию, собирать БУ-оборудование, БУ-запчасти, собирать из них те или иные изделия. Но это не означает, что все остальное сертифицировано. Никак. И с этим трудно пойти в суд. Скажут, это ваша ответственность, с кем вы подписали те или иные документы. Вот из чего я исходил. И другого мнения у меня нет. Мы готовы провести независимое расследование. Тот компьютер, который стоял и стоит в Гудоводском ковидном госпитале, как бы он ни работал, он год послужил нашему населению. Сделано было практически 5000 исследований, которые спасли много жизней. За что спасибо всем, кто принимал участие в этом. Это первое. На сегодня мне как министру необходимо, чтобы у нас в стране был компьютерный томограф, который помогает нашим гражданам в постановлении диагноза. Если мы пойдем двумя путями, отремонтируем этот компьютерный томограф, вот как они вчера вышли за эти 3 миллиона 600 тысяч рублей плюс 800 тысяч гарантий, и будем с них спрашивать за гарантию. Если что-то испортится, значит они придут и будут свои гарантийные обязательства выполнять. Мне так кажется. Это первое. Второе. Если мы можем купить новый компьютерный томограф, давайте его разместим еще на какой-нибудь территории нашей республики. Поэтому чем больше у нас будет высокотехнологического оборудования, тем будет лучше для наших граждан. Не совсем корректное было высказывание. На это, на мой взгляд. Люди, те, которые помогали нам в тяжелое время, а мы знаем тогда, когда наше государство было закрыто, и когда нам тяжело было покупать маски даже, люди из-за того, что было, собрали на свои средства и сделали благородное дело для нашей страны. Если вы имели бы в виду, что эта фирма, она не сертифицирована, надо было сказать, что у фирмы не было сертификата, фирма чем занимается, а тех людей, которые это привезли, большое им огромное человеческое спасибо. Вот тогда все прекрасно все поняли бы. А сейчас так получается, что мы в лице государства неблагодарны тем людям, которые нам помогали все это время. Я не имею в виду никого, ни персонально, ни всех. На мой взгляд, сложилась вот такая ситуация. Свою позицию по этому поводу обозначить. Во-первых, мы благодарны всем тем, кто помогал нашим гражданам, нашим соотечественникам и не только нашим соотечественникам, всем без исключения. Моя позиция состоит в этом. Это первое. Второе, сейчас давайте мы технический аспект вопроса обсудим, а потом, если вы захотите, посчитайте нужным, поговорим дальше. Сколько там в Краснодарской больнице в одной томографовой компьютерной? 6 КТ, насколько я знаю, 2 МРТ. Значит, мы пойдем по такому пути. Вы в панделье получите деньги, можете подписывать контракт, отремонтируют. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, 3 миллиона рублей. Мы в бюджете эти деньги брать не будем. Слава Богу, нам люди помогли. Мы найдем эти деньги вне бюджета. И пойдем по такому пути. А там посмотрим, если будут возможности для приобретения нового томографа, значит, мы пойдем и по такому пути тоже. И то, и другое лишним не будет. В пандельник проплатите, вы можете сегодня уже подписывать с ними договор. Теперь, да, резонанс, конечно, был в этой истории. Он такой преимущественно негативный. Тут можно по этому поводу долго говорить. Желательно, чтобы таких эксцессов у нас не было. Никому это не надо. Может, проблемы были с восприятием, может, проблемы были с чем-то еще. Но надо быть аккуратным, всегда и во всем. Вот это точно. И ориентироваться на главу государства. Документ поступил из Москвы программа социально-экономического развития. Над этим документом работало Министерство экономики России вместе здесь с Министерством экономики. Надо ускоренно с этим документом поработать, с тем, чтобы он у нас был на руках. Беслан Цыбович, что у нас в этом году предусмотрено в бюджете по сельскому хозяйству? Предусмотрено было и есть 100 миллионов рублей. И в связи с тем, что бюджет был принят немного позже, мы к весенним работам из этого бюджета опоздали. Но, тем не менее, исходя из того, что сегодня озвучивается и прокуратурой, и контрольной палатой, мы очень тщательно к отбору и ко всему этому относимся, к освоению этих средств. И поэтому немного времени прошло на осенние работы в плане сельского хозяйства. 100 миллионов рублей в сельское хозяйство мы должны были в этом году направить. Так, да? Сколько реально направлено из 100 миллионов рублей? На сегодняшний день осень на носу, правильно? Через 10 дней собираем урожай. Что соберем в качестве урожая? Из нашего бюджета нами уже из Министерства финансов получено 32 миллиона отобранных проектов по конкурсной комиссии. То есть той программе, которая утверждена Кабинетом министров. Государство выполняет все работы, которые необходимы, и сами они требуют эту работу. И поэтому уже контракт заключен с обходстроем на проведение строительных работ и отобранный по конкурсной программе, по тендеру, как это требует программа, на 17 миллионов приобретения оборудования, имущества, саженцев, всех работ и МТС будет перечислено на следующей неделе средства для того, чтобы они провели механизм работы по этим проектам. Сколько денег мы в этом году из 100 миллионов освоим? Судя по проектам, уже на 160 миллионов поиступили проекты. А сколько мы сможем с Министерством финансов определить эти средства и с казначейством, что пропустили? Процедура освоения средств, программа требует сложной процедуры, то есть проведение конкурсов, проведение тендеров. Мы в последнее время провели два раза конкурс, то есть 10 дней выжидается. Конкурс и тендер – это плюс или минус в этой истории? Я вначале считал, что это излишне, но судя по тому, как осваивались последние 10 лет средства, это даст, конечно, результаты, и они более полезны и правильно поступят потребителям. Хотя придется помучиться, и немного в этом году, возможно, будут сложности. Но учитывая все, что происходит в этом году, в следующем году, эти средства будут. Мы сделаем так, к этому разговору вернемся через неделю. По пятницам я буду собирать правительство. Это станет правилом, и мы будем обсуждать отраслевые вопросы. Что делается в области сельскохозяйства в целом? В плане привлечения инвестиций. Мы с вами вели переговор о том, что есть инвесторы интересуются. На какой стадии? По Цитрусовым у нас есть инвесторы, по Голубике у нас есть инвесторы. Два инвестпроекта реализуются по аквакультурам. В аппарате правительства с документацией проблем не должно быть. Инвестор сказал – сделали. Вот такой подход. И чтобы не было никакой бюрократии в этом плане. У нас есть примеры, когда бумаги по полгода делают. Чем вас наделить надо, уважаемые коллеги из правительства, для того, чтобы вы делали работу, которую вам поручает президент. Я вижу, если мы ситуацию не переломим, к чему она проведет. Она идет по тому руслу, как шла у нас несколько лет тому назад. Я по этому руслу идти не собираюсь. Или исправите ситуацию, или будут этим заниматься другие люди. Большинство вопросов здесь решается. Таких специалистов найти будет несложно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова